Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео представляю вам обзор и отзыв на книгу Джорджо Агамбена «Опус Дэй. Археология службы», которая является пятой частью второго тома «Хомо Сакер». Начну я с того, что зачитаю аннотацию. В этом томе «Хомо Сакер» Джорджо Агамбен предпринимает амбициозную попытку проанализировать двойную генеалогию. Антологии действительности и этики долга. Какими они были разработаны в истории западной мысли? Первая подверглась критике Хайдеггером, а вторая Шопенгауэром и Ницше. В своем исследовании Агамбен не только опирается на них, но стремится скорректировать и дополнить их аргументацию. Так он демонстрирует, что центральную роль в развитии обеих парадигм играет христианское богослужение с его совершенно особым пониманием действия и действенности, а также понятия так называемой обязанности, пришедшая в христианскую богослужебную мысль из стоической этики, развитой Цицероном. В силу подобных предпосылок, антология и этика в конечном итоге оказываются связанными в едином круге, которому теперь соответствует особый субъект, буквально обреченный на эффективное совершение действий, ему самому не принадлежащих. Эта концепция и ее следствие, как показывает Агамбен, активно воздействует на сферу политики вплоть до наших дней. В Италии на итальянском языке эта книга вышла в 2012 году, на русском в России в 2022 году. Зачитаю содержание книги от переводчика, предисловия, опус деи, литургия и политика, порог, от тайны к эффекту, порог, генеалогия служебной обязанности, порог, две антологии и о том, как долг вошел в этику, порог. На этом, собственно, заканчивается сам опус деи, а дальше к этой книге приложена статья Александра Погребника Эфисиум, Джорджу Агамбен о должности бытия. Далее идет библиография и указатель имен. По сути, сам опус деи занимает 200 страниц в этом издании. И еще 60 страниц примерно занимает статья Погребника. Книга оформлена достаточно смело, необычно для современных книг. Не пожалели на вот такую мягкую обложку денег, чтобы сделать. Я называю такие обложки обе на японский манер, но я не знаю, как они называются в русском языке. А дальше у нас идет черная абсолютно обложка с вкраплением такого золотистого цвета. Сейчас я попытаюсь его вам показать. Не, не получается, не отражается от солнца. Ничего страшного. Далее, внутри вот этот цвет, он скорее коричневый. Вот сейчас как-то я попытаюсь его... Ну вот так вот, наверное, больше всего похоже. Опять же, не передает тот цвет, который здесь есть, съемка экрана. Я пока сниму мягкую обложку и буду пока вам демонстрировать вот таким образом эту книгу. И я думаю, что пора нам переходить уже, собственно, к обзору этой книги, в которой я буду вплетать свои впечатления от прочтения. В целом, эта книга относится к циклу «Хомо Сакер. Человек священный», о котором мы уже говорили в отзывах на другие книги этой серии, этого цикла. Обзор. На текущий момент на канале уже есть обзор суверенной власти и голой жизни, чрезвычайного положения, царства и славы. Как я уже говорил, что на русском языке книга вышла в 2022 году, я вам напомню, что на канале есть большое, огромное видео с планами чтения на 2023 год, который я записывал где-то в конце 2022. И я говорил, что книги Агамбена, я тогда демонстрировал оставшееся время «Человек без содержания», очень тяжело купить. Потому что тираж маленький, и как только книги появляются, их сразу раскупают. Я успел. Как только эти книги появились в продаже, я их купил. На «Высочайшую бедность», оставшаяся без обзора пока книга, отзыв выйдет чуть позже, сам Opus Dei представляется как некий спин-офф «Высочайшей бедности», дополнительным и как будто подчиненным исследованием. На самом деле, благодаря материалу и подходу к этому материалу, Opus Dei можно рассматривать как самостоятельную работу в отрыве от «Высочайшей бедности». Значительная часть ее посвящена анализу собственно метафизических текстов и выстраиванию генеалогии ряда метафизических понятий. Если говорить совсем коротко, то в книге идет разбор таких понятий как обязанности, служба, дело и деланье, действительность как эффект. Агамбент при интерпретации понятий, которые идут через «и», снова применяет свой любимый прием, стараясь свести их к неразличимости. Однако, доведя этот прием до реальной неразличимости, оставляя зазор в интерпретации и объяснении каждого из понятий, данных через «и». Для читателя, который берет археологию службы в отрыве от остальных работ, в особенности от оставшегося времени суверенной власти и что останется после Освенцеба, может быть невдомек, что это вдруг автор так скрупулезно вычитывает каждое употребление термина в древнеримских и древнегреческих текстах. Это отнюдь не вдруг. Этот прием, сведение к неразличимости, Агамбент разрабатывает чуть ли не с конца восьмидесятых годов двадцатого века, вставляя его в свои труды. По причине малой своей эрудиции не могу сказать, придумал ли он сам этот прием или позаимствовал у кого-то. В его текстах много отсылок к Виньямину, Альтюсеру, Фуко. Возможно, у них, а может быть и нет, он впервые познакомился с этим приемом. Опус Деи или, как дано в примечании, дело Божие. Технический термин в латиноязычной традиции католической церкви, начиная уже с шестого века, обозначающая литургию, то есть исполнение священнической службы Иисуса Христа, в которой всеобъемлющий публичный культ совершается мистическим телом Иисуса Христа, то есть главой и его членами. Хотя сам термин литургия появляется только в девятнадцатом веке. До этого времени на том месте, где стало появляться слово «литургия», ранее стояло слово «офиссиум» из латинского языка. Агамбен снова возвращается к тем рассуждениям, которые он делал в царстве и славе о разнице между экономикой тайны и тайной экономики. Первый павловский термин был перевернут в поздние века, став вторым термином. Литургия настолько лишена таинственности, что можно сказать, что она напротив совпадает с, возможно, наиболее радикальной попыткой помыслить абсолютно и полностью действенную практику. Тайна литургии в этом смысле – это тайна действительности, и только если постичь эту тайну, мы сможем понять то громадное влияние, которое эта практика лишь на первый взгляд обособление от других оказала на способ, каким новое время мыслило свою антологию, так и свою этику, как свою политику, так и свою экономику. Происхождение слова «литургия» восходит к похожему греческому слову, которое означает «публичное дело». И далее Агамбен прослеживает примерно с начала первого тысячелетия нашей эры, как изменялось наполнение греческого «литургия». Переходя от строгих предписаний каждому гражданину совершать общественное дело и степени наказаний за отказ от этого, до того, как это слово окончательно закрепилось в церковном обиходе и вышло из гражданского оборота. Агамбен продолжает рассуждать о Троице. Он начал рассматривать различия между экономической и имманентной Троицей в царстве и славе. В опус деи он говорит, что современные теологи обычно различают экономическую Троицу или Троицу Откровения, которая определяет Бога через его спасительное действие по отношению к людям, и имманентную Троицу или Троицу Субстанции, определяющую внутреннее устроение божественной жизни самой в себе. И продолжая свои рассуждения, пишет, что экономическая Троица и имманентная Троица должны совпасть в литургии. Круг замкнулся. Агамбен вновь оседлал своего любимого конька неразличимости. Далее он переходит к рассмотрению дела, делания и делающего, подводя нас к тому, чтобы объяснить откуда в названии взялось слово опус. Агамбен берет для рассмотрения три латинских термина. Opus operatum, opus operantis и opus operans. Могу ошибаться в произношении. Opus operatum обозначает акт таинства в его действительной реальности. Opus operantis, на самом деле наиболее древняя формулировка это opus operans, обозначает действие в качестве того, что совершено деятелем и оценивается в зависимости от его моральной и физической предрасположенности, диспозитио. И дальше Агамбен приводит такой пример. Допустим, есть священник, он положен в сан и он совершал какие-либо обряды, например, крещение, венчание, отпевание и так далее. И в какой-то момент священник был улечен в богохульстве, например, в прелюбодеянии, во лжи и так далее. И стало известно, что эти деяния были совершены до того, как священник совершал обряды. Крещение, венчание, отпевание. Агамбен задается вопросом, будут ли эти обряды действенны? То есть, останутся ли люди крещенными, венчанными и тому подобное, если обряд совершен священником-богохульником? Или все эти обряды автоматически отменяются? И Агамбен пишет следующее. Все совершенные обряды остаются действенны, поскольку не священник совершал их, а через священника их совершал Святой Дух. Вы посмотрели только часть отзыва на книгу Джорджо Агамбена «Опус Деи. Археология службы». Полная версия отзыва доступна подписчикам Бусти. Переходите по ссылке в описании, подписывайтесь и смотрите отзыв целиком. Литургическое действие. Пример взаимоотношений дьявола и бога. Парадигмы современного управления Досейн. Две антологии к различию между нормой и приказом. В целом, книга понравилась. Одной из самых ярких мыслей, которые запомнились из этой книги, является та, что Христос, пройдя распятие, совершил самую главную литургию. На этом я с вами прощаюсь, желаю успехов и до новых встреч. Продолжение следует...